здравствуйте уважаемые трейдеры с вами трейдинг вольный терминал и в нашем видео уроке мы поговорим о корреляции и функции мультичарт которые используются в аналитической платформе твт но для начала мы должны понять что такое корреляция корреляция с латинского это соотношение или взаимосвязь это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин суть который заключается в том что при изменении значения одной переменной происходит закономерное изменение уменьшение увеличения другой переменной корреляция может быть положительной прямой или отрицательной или обратной корреляции итак давайте посмотрим корреляцию в нашей платформе в трейдинг вольный терминал вы открываете любой график данном случае мы открыли график нефти выбираем функцию мультичарт она находится у нас либо на панели инструментов здесь либо в окне установки мультичарт выбираем второй анализируемый инструмент давайте возьмем ну что-то такое что точно связано с нефтью мы возьмем другую нефть марки бренд находим марку бренд выбираем ей цвет возьмем черное это все-таки нет и выбираем контракт ну автоматически стоит у нас автоматический выбор контракта то есть это последний торгуемый но вы можете сравнить любые контракт выбираем добавить иначе если вы не добавить он не будет также вы можете давать сколь угодно сюда коррелируем инструментов например можно было бы добавить на и российский рубль и индекс ртс и посмотреть как они взаимосвязаны также можно и удалить из этого списка не нужный вам инструмент активируем мультичарт если же мы нажмем с вами установить то мы сохраним эти настройки однако мы не загрузим данные на наш график а вот если мы нажмем установить и загрузить то мы загрузим эти оба графика сейчас будет идти загрузкой мы увидим насколько сильно коррелирует два сорта нефти wti и бренд ну как вы видите в принципе они ходят практически одинаково можно выбрать не линию конечно можно выбрать и свечу но в целом не думаю что это имеет значение принципе удобнее всего конечно смотреть линии особенно если вы изучаете множество инструментов например вот как на этом графике по валютам до каждой валюте соответствует свой цвет сами вы его самостоятельно устанавливает и так давайте немножко поговорим о логике движения взаимосвязанных коррелируемых финансовых инструментов как же можно использовать корреляцию логика движения взаимосвязанных коррелируемых финансовых инструментов успешно используется в биржевой торговли особенно в управлении инвестиционными портфелями корреляция в своей основе имеет причинно-следственную связь что позволяет с высокой вероятностью прогнозировать направление цен применяется для корректировки риск менеджмента а также оптимизации прибыли корреляционный анализ это метод обработки данных с помощью которого изменяется теснота связи между двумя или более переменными корреляционный анализ тесно связан с регрессионным анализом на данном примере мы видим корреляцию двух сортов нефти и мы видим четкий пример положительной или прямой корреляции что это значит это значит что активы меняются в одинаковом направлении но если же происходит что-то не так кто этим можно воспользоваться но сначала нужно обязательно выяснить причины почему происходит именно так что же давайте посмотрим пример обратной корреляции ну обратной корреляции я выбрал вам пример это пример иены и индекса никей собственно говоря чем дешевле иена тем дороже индекс никей ну это то же самое что и с долларом принципе чем дешевле доллар тем дороже любой товар и сырье в котором торгуется данный инструмент но когда происходит подобные ситуации этим можно пользоваться да грубо говоря покупая никей и продавая иену хочу обратить ваше внимание что мы говорим о фьючерсе на иену а не о паре usd иена корреляция позволяет определить в моменте стоимость одного инструмента по отношению к другим и соответственно продать дорогой и купить дешевый это существенно снижает риски вероятных потерь и служит основой для торговли по тренду также вы можете увидеть в текущий момент насколько сильно друг от друга торгуется например американские индексы мы видим что rti вырос больше всего за день а индекс доу джонса меньше всего но вырос этим можно воспользоваться конечно если вы умеете правильно применять коррелятор у корреляционного анализа есть как свои достоинства так и свои недостатки главным ограничением корреляционного анализа является необходимость обрабатывания огромного числа данных а также многократная проверка влияющих факторов главным же достоинством корреляционного анализа является его легкое визуальное восприятие например на данном примере мы четко видим как ходят золото и серебро и мы с уверенностью можно сказать что в принципе это два коррелируемых инструмент ну что ж а на этом все до встречи в следующем обзоре с вами был трейдинг волюм терминал подписывайтесь на наш канал ставьте лайки скачиваете трейдинг волюм терминал хорошего вам дня